Поехали! Меня зовут Марина, фамилия моя Гострая, я занимаю должность шеф-редактора программы «Меня и Женку» и собственно расскажу как она творится. Для начала, мы в эфире седьмой сезон. Так, чтобы было понятно, это практически четыре года. Программа «Меня и Женку» — это купленный формат, создали ее в Англии, оригинальное название «Вайс Веб». Четыре года назад практически мы купили, Украина имеется в виду, один плюс один купил этот проект, адаптировал его под украинского зрителя, украинского героя, ну и собственно мы вышли в эфир. На данный момент «Меня и Женку» — самый длинный проект реалити-шоу, то есть никакой другой канал, никакое другое реалити-шоу так долго в эфире не существует, как «Меня и Женку». Скажу, может быть банально, да, масломасленное, но мы реально реалити-шоу, реальное реалити-шоу. То есть у нас не пишется сценарий, у нас не создаются даже сцен-планы. Мы знаем, безусловно, наши семьи, они изменяются сознательно, да, ну и производится обмен одной мамы, одной жены на другую жену, другую маму, вот, и люди из разных миров, соответственно, меняются. И что происходит? Происходит реальная жизнь. Сразу скажу, что 100% в эфир не идет. Отснятый материал, ну это физически невозможно выдать в эфир. Снимается где-то 50%, в эфир выходит около 30%. Но жизнь приехавшей мамы, да, в новую семью, она происходит в реальном времени, с реальными людьми, с реальными соседями, с реальными, не знаю, там, детьми, коровами, курами и так далее. Показывать 100 раз, да, как новая мама доит корову каждое утро, это зрителю неинтересно. Но будьте уверены, мама доит корову каждое утро. Показывать, опять же, 6-7 раз, как мама готовит обед или ужин, это неинтересно. Но поверьте, свою семью новую она в любом случае кормит. Этого не делает никто из съемочной группы, данные люди находятся там совсем для другого. Поэтому, когда вы видите программу в эфире и вы видите реальные, да, там, эмоции, вы видите реальное обсуждение того, что произошло, потому что действительно человек живет той жизнью, в которую он, ну, в общем, по своему желанию попадает. У каждой программы, если это купленный формат, есть так называемая Библия. В этой Библии описано как, что, где, почем и зачем, да, вот как создавать продукт, тот или иной, той или иной программы. Изначально мы придерживались этой Библии, то есть и технически, техническая сторона была полностью придержана нами, то есть как снимать и так далее, и как монтировать эту программу. То есть мы полностью шли по ней. Но со временем, в процессе съемки мы понимали, что, ну, во-первых, англичане, народ отличается от украинского, да, он спокойнее, мягче, медленнее, может быть, в какой-то мере. Украинцы более живые, они более требовательные, да, то есть то, что интересно английской домохозяйке, поверьте, не всегда будет интересно украинской домохозяйке. Поэтому, соответственно, и брались уже, искались конкретные семьи с конкретно интересной жизнью, с какими-то подводными камнями, которые, естественно, нам всем было очень интересно вытянуть и показать зрителю, да. Дальше в процессе монтажа отпали какие-то форматные штуки, да, ну, то есть форматные... Есть форматные сцены, это не прописанные сцены, это форматные признаки, то есть визитка семьи. Все понимают, что представление одной семьи, кто мама, папа, дети живут там-то, занимаются там тем-то, увлечения такие-то. И визитка другой семьи точно так же, это форматная сцена, которую, ну, представляем зрителю наши герои. Дальше эти мамы собирают вещи, им все активно помогают, дальше эти мамы садятся в машину нашу красивую, брендированную, дети с папами плачут или радуются, что они уезжают. То есть это форматные штуки, которые мы обязаны снять. Но в процессе съемки, там, второй, третий, четвертый, пятый сезон, мы стали понимать, что мы тем самым крадем у себя эфирное время. То есть нам жалко его стало отдавать, например, на сбор вещей. То есть мы сцену как провожание форматное, которое есть в Библии программы, да, мы просто убрали, дабы осталось больше времени, какие-то сцены, которые, ну, в принципе, уже не важны, просто не хочется воровать время и показать больше вот этой жизни изнутри. Это редакторский проект, в принципе, потому что на редакторе держится очень многое. Это своего рода такой психолог, который понимает героев всех. Новую маму, старую маму, папу, детей, если надо, собачку, корову, соседей и так далее. То есть редактор автоматически становится другом, да, который должен находить в себе силы и все-таки работать. Даже если ты становишься другом своей героини. А это неизбежно, потому что, ну, все мы люди живые. Вот. Редактор находится на работе круглосуточно. Если съемочная группа может позволить, ну, не позволит, это так и есть, они приходящие ребята, да, то есть они живут недалеко от наших героев, и по звонку или по какой-то патовой ситуации они очень быстро могут добраться. Редактор же остается и живет в семье все время, пока, как бы, ну, снимается проект. То есть он находится круглонедельно на работе. Это наша работа раскрыть героя, то есть, чтобы он не обращал внимания ни на каких режиссеров и ни на каких операторов с большой красивой камерой. Но, тем не менее, есть какой-то внутренний момент, когда, да, ты не можешь до конца расслабиться. А когда этих больших дядей не становится, рядом остается редактор, у которого есть своя мини-камера. И при этом редакторе, естественно, мягче и легче ведут себя наши герои. То есть они могут поднимать темы, которые, допустим, могут, да, умалчивать, когда есть рядом большие дяди, так называемые. То есть и очень часто скандалы, да, которых, ну, нас все обвиняют, вот, постановочные, они не есть постановочные, потому что в основном их снимает редактор. Когда нету посторонних, скажем так, да, и чужих людей, условно назовем их так. И когда папа реально чувствует себя, рядом две женщины, пришел папа, руки в бок и начинает. То есть здесь он даже часто не замечает, что редактор просто берет камеру и снимает. И то, что выходит в эфир, в основном это снято, скажу честно, на редакторскую камеру. Редактор делит с мамой полностью те условия быта, в которых находится она. Да, я помню, это мы снимали четвертый сезон. Село Лужанка, Одесская область. Менялись с Донецком. Я была с Донецкой мамой в селе. Туалет на улице. Даже то, что вот это строение нельзя назвать туалетом в принципе, потому как оно было завалено и просто в земле выкопана ямка. То есть туда мы не ходили, это физически было невозможно сделать. Мы там договорились с соседями и так далее. Как раз припало время съемок, в неделю было 8 марта. И это 8 марта, и я, и наша героиня запомнили навсегда. Почему? Потому что я помылась полностью, то есть приняла душ. Один раз 8 марта. Ребята из съемочной группы организовали нам с мамой поездку в сауну за 35 километров от этого села, где мы смогли на час просто помыться по-человечески, не говоря уже. Мы очень долго с ней снимали, что две блондинки могут помыться одним ведром воды. При этом 70 коз, маленький двухлетний ребенок заболевший, бабушка-ворожка выливающая на яйцах какие-то штуки, и папе, которому 26 лет, и папа такой, знаете, инопланетянин. У него, собственно, все хорошо. И то, что мама просила, говорит, чувак, замерзла вода в рукомойнике, утро холодно. Он говорит, ну ничего, надо постоять, подождать на солнце, вынеси рукомойник, растает, можно, в общем-то, помыть руки и умыть. Ну, то есть я с воспалением легких вернулась. Ну, выходных не было. На ходу, обколовшись уколами, мы поехали дальше. Был момент, когда под эфиры работали, снимали бесконечно долго, уже такое фантасмагоричное уже происходили вещи. Два с половиной месяца вообще без единого выходного. Когда работаешь под эфир, ну, скажем так, дома ты, собственно, не находишься. Почему? То есть у нас процесс как? Отснялся материал. Нужен ровно день, чтобы залить его на сервер. Все понимают, да? Что это такое? С карточек, либо с кассет сливается материал. После этого редактор садится, расшифровывает. То бишь он нарезает рыбу. Из 15-20, не знаю, сколько отснятых было часов, он сокращает настолько, то есть выстраивает какой-то логический смысл. Ну, и плюс-минус остается час материала по сцена, из которого далее уже садится режиссер с режиссерами монтажа и на таймлайн выкладывает две семьи, да, выстраивает уже какую-то логическую историю. Когда ты работаешь под эфир, ты в монтажке, в общем-то, живешь. Это первое. Второе. Мы не жертвуем качеством монтажа, то есть в любом случае режиссер обязан сделать это, ну, смонтировать программу. Мало того, что интересно, он еще и вкусно ее должен подать, да? Применить какие-то прикольные ходы, продумать какие-то спецэффекты. Опять же, та же музыка применяется, которая усиливает те или иные эмоции. Другое дело, что если не под эфир, мы можем прийти в 11, уйти в 8 вечера, а если под эфир, то мы там круглосуточно находимся. То есть это время работы забирает. Детей в школу никто не водит. Мужья понимают, что дома жарим картошку целую неделю, а то и две сами и так далее, и так далее. То есть ты продолжаешь быть на работе. У тебя нет времени выдохнуть, передохнуть, вдохнуть. Не говоря уже, то есть... Я помню, что я зашла, лежал снег. А когда я вышла из монтажной комнаты, то уже, в общем-то, эти почечки напухли на деревьях. Были такие времена, когда идешь, и ты не можешь остановиться. То есть я тогда на тот момент у Анатолия Еремы, он был у нас сеф-редактором, говорила, Толик, я больше не могу физически, я просто спать хочу. А он мне говорил, поспишь в самолете? Я говорю, куда летим? Летим в Румынию. А сколько лететь? 45 минут. В общем, я не выспалась в самолете, и, соответственно, как бы... Нет времени, просто у тебя на себя лично не хватает времени, не остается. Есть семьи, в которых действительно живет любовь. Я за три года, к сожалению, на пальцах одной руки могу их пересчитать. То есть любят друг друга муж и жена. Вот за всю мою, я не знаю, ну, может, семей 30 я сняла. Четыре семьи. Всего лишь навсего. Уважают и того, мне кажется, меньше. То есть почему-то у нас все держатся на, не знаю, на финансах, да, негде жить, некуда пойти. Связывают дети, что тоже, наверное, неплохо, но очень обидно, почему так. Я не понимаю, почему женщины очень многое прощают мужчинам. Почему мужчины очень многое, кстати, прощают женщинам, тоже мне не всегда понятно. У нас очень работящий народ. Вот единственное, что я скажу, вот сельские, да, люди, которые живут в селах, вот они и любят друг друга, и очень много, и тяжело работают, скажем так. Всего лишь одна семья богатая, которая, да, там, ну, так называемые богачи, имеющие две машины, мотоцикл, двухуровневую квартиру, дачу у моря, вот тоже они любят друг друга. А вот простые, скажем так, обычные люди, вот не знаю, почему, не знаю, почему у них нет любви. Еще могу сказать одно, что у нас проблема у всех, у нас с мужчинами проблема, у женщин, я имею в виду, у нас она большая. Почему? Потому что в основном мужик не хочет работать. Вот не знаю, почему. Может, мы, я имею в виду, девочки, сами их приучиваем к этому, но кастинг, да, который нам подает, находит наших героев, подает о них историю, то есть психологические портреты и вообще, как живут та или иная семья, вот через один мужчина не работает. Есть ребенок один, два, три, кое-где, а он не работает, он в творческом поиске, обманули на работе, бросили, он больше никому не верит, поэтому ковыряется в носу, так называемый, да, еще что-то, то есть найти причин наш мужчина может миллион, но не работает, очень редко находится, когда действительно семья и мама реализована, и папа, в общем, не продавливает диван, и дети адекватны в совершенное времени и со здоровьем и так далее. Ну, вот как-то так, не знаю почему, но по-другому пока нет. Субтитры создавал DimaTorzok